Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. И что мы видим? Наконец-то, что начал, начал работать вот этот вот золотой крест, который мы с вами обсуждали уже несколько видео подряд. Потому что, если мы с вами приблизимся на 4-х часовик, то вы видите, что начинается лонговое движение. Смотрите, мы удержали здесь вот этот уровень. Тут было два ложных сигнала по Candle Wave. Кто читает телегу, мы там постим сигналы из платформы наших друзей Candle Wave. Ссылка на который в описании, кстати, с 15% скидкой. Тут ребята написали торговый бот. И он отсигналил покупку, продажу. И вот сейчас сигналит вторую покупку. Это уже, скорее всего, серьезная история. Потому что, как я уже сказал, на дневке у нас тут с вами образовался Golden Cross между 50-й и 100-дневной скользящей средней. Так что, собственно, чего, друзья? Давайте попробуем разобраться, как всегда мы делаем с вами на этом канале. Поэтому, если вы интересуетесь темой криптовалют, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, и жмите на колокольчик. Смотрите. Для тех, кто с нами недавно хочу рассказать, а для тех, кто с нами давно, хочу освежить в вашей памяти. Мы имеем дело с бычим рынком. Сейчас немногие это понимают. У нас есть восходящий аптренд. Вот у нас есть вот такого рода канал, если хотите. А вообще, на самом деле, у нас примерно вот такой вот канал, как я уже вам показывал, из которого мы вышли сейчас сильно вниз. Поэтому рынок все еще бычий до тех пор, пока мы удерживаем повышающиеся минимумы и заодно и повышающиеся максимумы. Вот. Поэтому, смотрите, сейчас, если мы рассматриваем лонговое движение в приоритете, да, тренд is your friend, как говорится, тренд это ваш друг, то мы не просто внизу, а мы еще и сильно недокуплены. То есть, мы внизу были бы вот с вами по 50 с чем-то тысяч. А сейчас мы как бы супер внизу. Поэтому, на самом деле, ждем вот такую вот картину. И to the moon сразу с перебитием хаев. Но, опять же, друзья, теперь хочу попустить вас. Когда я говорю такие вещи, это не значит, что мы летим прямо вот сейчас, в сию секунду, и надо брать там сотое плечо, и чтобы вас ликвиднуло. Естественно, все взлеты состоят из падений. Все пампы, дампы состоят из коррекций. Вы поймите это. Из встречных движений. Вот, например, сейчас мы видим на Дневке, что все еще красная свеча хайка наша. Да, и мы под сеткой. То есть, мы как бы в локальном медвежьем тренде. И даже в более глобальном здесь, смотрите, у нас как бы медвежий тренд, да. Но, если мы приблизимся, то мы видим, что тут уже совсем другая ситуация. Вот, на часовике мы отскакиваем. И на 30 минутке мы вообще конкретнейше отскакиваем после желтой точки. То есть, у нас формируется разворотная абсолютная история. Сейчас, если мы пробьем с вами сопротивление, вот с которым мы сражаемся как раз в 4500 примерно. Я думаю, что пока я выложу видео, мы уже его пробьем. То следующие цели локальные для быстрого трейда будут там 42, 300, да. Ну и дальше по предыдущим уровням пошли там 43,900, 44 тысячи долларов. И обратно к 50 и выше. Но это уже более такие долгосрочные. Соответственно, что у нас получается? Видите, что на Дневке мы медведи. Локально медведи. Но если мы приближаемся, то мы быки. И если мы отдаляемся на недельку, то мы тоже быки. Посмотрите. Мы идем наверх. Особенно это видно на двухнедельном таймфрейме. Мы идем наверх и удерживаем EMA Ribbon, сетку нашу любимую, как поддержку. То есть, тут вообще паниковать не о чем. Зеленый money flow. Единственное, что вот здесь вот красная, конечно, у нас точка на money flow. Но это заставляет, да, задуматься и быть чуть более сдержанными, и не влетать на всю котлету сейчас. Вот. Поэтому, что делаю лично я? Я продолжаю держать лонги. И смотрите, как интересно. Помните, мы обсуждали в прошлом, вчерашнем видео, вот этот вот канал по биткоину, который замедляет падение и начинает рост. И прямо сейчас мы видим, что мы работаем от нижней границы канала. Точно от нее мы отбились. То есть, грубо говоря, это как-то вот так вот. И дальше план такой, что мы улетаем обратно на 48, потом ретестим его после ложного пробития полтинника, и летим дальше на 60 куда-нибудь. 8. Или даже переписывать all time high. Но опять же, ребята, это дисклеймер. Это всего лишь мои хотелки. У нас здесь просто развлекательный контент. И он совпадает, конечно, часто. Я бы даже сказал, он всегда совпадает с ожиданиями. Наши ожидания совпадают с реальностью. Но через время, еще раз повторю, то есть в начале, как правило, чаще всего прогнозы не отрабатывают. Я вот сейчас выпущу видео, а мы феи и гак, и развернемся, и еще раз протестируем дно. Поэтому будьте осторожны, особенно если вы новичок. Но тем не менее, это все очень торгуемо, и прекрасно на этом можно зарабатывать, соблюдая риск менеджмент. Собственно, что я делаю? Я продолжаю держать лонг по биткоину, который немного разгрузил. Я думаю, что сейчас я его буду немного догружать, поскольку я вижу такие хорошие импульсные движения. Видели, что с биткоин кэшем происходит? Вон он тоже пошел в отскок. Я на самом деле только что докупил дэша на спот, и лайткоина еще докупил, на остаток свободных фиатных средств, которые у меня лежали просто в банке. Собственно, сделал я это, воспользовавшись вот этим обменником, криптоэксченч, ссылка на который в описании. На шахте чуть более лучший курс, но там геморрой, там непрямые переводы между картами, там они просят на сторонний банк и так далее. А здесь вот я взял, собственно, Тинькофф, Дэш. Пожалуйста. Вот, условно говоря, 150 тысяч рублей, но было сначала 15 монет, сейчас уже 14,5, потому что курс растет. Как бы понятно, что конский курс, конечно, но а что делать? Зато все быстро, качественно и надежно. Через 5 минут уже монеты на кошельке. Я взял их со среднесрочным расчетом, что это будет как минимум там от 100% и выше. Поэтому, в принципе, пофигу на вот эту комиссию. Так что, ребят, если вам нужен качественный обмен, ввод и вывод крипты, все работает офигительно, пользуйтесь на здоровье. Что касается лонгов. Раз я сказал, то делаю. Давайте добавляем на лонг по биткоину, прямо здесь, по текущей, по маркету. Возвращаем свою позицию, смещая цену входа на 40 тысяч. Она у нас была 39 500. Пофигу. Смещаем цену входа, наращиваем плечо, играем, как говорится. Идем ва-банк. Да, ну, ребята, это дисклеймер. Еще раз вам говорю, это нифига не финансовый совет. Это только для тру опытных хомикадзе, которые готовы рискнуть. Вот, с другой стороны, что мне нравится, то, что золото, золото очень хорошо пошло наверх. И также я продолжаю держать лонг по золоту. Помните, что я вчера говорил вам про золото, что оно очень сильно перепродано глобально, потому что оно все еще в районе своего предыдущего all-time high. То есть по золоту. У нас там маячат просто мульти-иксы. И вот на Femix, собственно, я держу лонг по золоту, 100 тысяч контрактов. Жду его куда-то сильно наверх. И, как вы можете видеть, в неплохом плюсе уже это все дело, при том, что мы только начали. Только начали расти. Я пока не буду его закрывать. Может быть, буду плавно разгружать. Также на PrimeXBT держу я лонги по золоту и серебру. Буду их продолжать держать. Обзор на биржу PrimeXBT тоже у нас есть. Сейчас появится сверху. Обязательно посмотрите. Биржа классная. Единственное, что, работает она только через VPN. Через VPN. И я в прошлом видео вам говорил про ProtonVPN, что он везде прекрасно работает. Но забыл вам сказать важную вещь, что его, оказывается, можно оплатить криптой. Я, главное, сам это делал, но забыл. Тут, короче, найдете все. Можно зайти и оплатить биткоином. Даже если ваши российские карточки сейчас не работают, например. Поэтому обязательно поставьте себе ProtonVPN, потому что иначе скоро могут заблокировать и YouTube, и все остальное. Что еще я на самом деле сделал и о чем хочу вам сказать? Кроме Dash и Litecoin. Я еще докупил, ребята, AudioCoin. AudioCoin. Докупаю. А, Stellar, кстати, я еще докупил. Но еще я докупил AudioCoin. Почему я это сделал? Да потому что мне нравится проект, ребята. Мне нравится проект. Я вижу в нем потенциал. То есть это не просто какие-то обещания на бумаге, как большинство коинов, а это реально рабочая тема. Ну вот смотрите. Вот их сайт. И это такой типа SoundCloud, только на блокчейне. SoundCloud со своей криптовалютой. Здесь куча народа выкладывает свои треки. И вот в том числе моя страница, моя музыкальная группа. Если вы не знали, кстати, подпишитесь тоже. Ссылку оставлю в описании. I think so. И сверху сейчас появится наш YouTube-канал музыкальный. Тоже обязательно подпишитесь, ребята. Короче, в чем фича? Фича в том, чуваки, что у меня после регистрации на этом сервисе за сутки было тысячу с чем-то прослушиваний. Это при том, что на SoundCloud у некоторых там и за год нету тысячи прослушиваний. Поэтому вот что. Сервис хайповый. Кучу народу тусят там сейчас. Можно получать еще всякие награды, токены за то, что вы что-то тут делаете. Типа лайкайте, там собираете, репостите. Вот. Ну и можно слушать музычку. То есть это реально рабочий проект. Есть приложение. Большая тусовка. То есть это такая музыкальная социальная сеть как бы. Вот. И я думаю, что надо докупать эти аудиокойны. Что я, собственно, и делаю сейчас. Докупаю потихонечку их и на Банане, и на Байбите они есть, и на Фемиксе тоже, кстати, они есть. Вот. На Фемиксе тоже прикупил аудиокойнов. Думаю, что он может легко переписать свой АТХ 5 баксов. Но, опять же, перед этим не забывайте, что тут, видите, понижающееся вот такое есть нисходящее сопротивление. Он образует некий такой треугольник. И я это купил, грубо говоря, в долгу, как инвестицию. Да, сейчас как краткосрочный трейд тоже может нормально отыграть. А может и не отыграть. Поэтому тут как бы смотрите сами. Но в долгу, я думаю, что это туда. Правда, максимум, что может быть после вот такой консолидации. Поэтому тут как бы, опять же, действуйте с холодной головой по сухому расчету. Давайте биткоин кэш еще посмотрим, потому что он вроде как начал наконец-то шевелиться в очередной раз. Вот это W у нас отыграло, мы сходили вниз. На дневке этого еще не видно, но на часовике мы уже на 9% к доллару подорожали, опережая биток. О чем свидетельствует график биткоин кэш BTC? Биткоин кэш BTC на 7,6% взлетел вот за последние часы. Напоминаю вам, что биткоин кэш находится неприлично дешево по сравнению с тем, где он был. Посмотрите сами на график. Дневка, неделька. Просто монета укатана в днище. Вот. Поэтому желтая точка, опять же, была здесь год назад. Я думаю, что она еще даже близко не отыграла. Я думаю, что биткоин кэш это десятки иксов. И это вопрос времени, ребята. Так же, как делал Эфир Классик, как делал Додж Коин, как делал Кардана и многие другие старички. Я уж молчу там про эфир сам и так далее. Вот. Поэтому, конечно же, биткоин кэш. Конечно же, дэш. Ну, посмотрите на это сами. Ну, о чем тут говорить вообще? Вот. Видите, мы сходили в эту коррекцию и сейчас пойдем дальше наверх. Тут по-другому быть просто не может. Понимаете? Всех засадили в шарты. Что такое шарты? Это не обязательно маржинальные шарты. Это значит, что люди продали и не верят. Это и есть шарты. Те, кто сидят в тезере, это и есть шартисты. Поэтому, друзья, дисклеймер, не финансовый совет. Все ссылки в описании. Заканчиваю это видео и побежал добирать лонги. Пока еще не поздно. Всем профитролей и скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok